всем привет и добро пожаловать на канал experience games с вами я скиф мы продолжаем играть в dawn star hero in the dark и я намок довольно сильно что совсем не круто надо бежать скорее на базу не там по идее был зонтик да тут еще у нас собаки но бы их нафиг да так собачка отстала отлично или нет так окей давайте рассудок поднимем немного таким образом и мне надо сейчас как-то просушиться очень причем таки быстро это сделать желательно иначе все будет не очень так тут у меня эти о откуда тут нежить иди лесом закинем еду да мне тут уже попортилось большей частью где-то должен быть зонтик или может у честера так можно вот эту шляпу одеть к примеру блин а как просушиться надо костерок разжечь а где у нас дровишки у нас ну вот это сойдется дрова к примеру и вот таким вот образом встанем отлично а у меня еще же алхимическая машина есть надо всякое разное алхимическое там делать ну то что мы можем сделать на алхимической машине я думаю мы этим тоже займемся банка водой набралась отлично о все все дождь закончился можно высохнуть обсохнуть вернее уже до конца так отлично сейчас еще бы вещи высохли так ладно шапку я пока что сниму она мне не так чтоб очень нужна так и эти чувачки фиг знает о с птицей решил драку развести ну пусть кремень мне нужен так ладно отдаем на сумочка пусть пока так и будет и тут у нас вообще куча всего загнившего ну конечно не супер далеко ну давайте шарики мясные хотя бы сделаем так пшеницу ага в холодильник ее не запихаешь да пусть так мясо мы тоже заберем гниль заберем ну тут достаточно много разного мяса у меня в холодильнике сплошная гниль хранится это конечно занято мда ну мужицкий такой холодильник зачем нам еда мы храним гниль само собой так слегонца испорченные тефтельки получатся ну да ладно так амулет амулета куда скинуть могу допустим сюда топор мы сюда сюда один один доспех сюда один сюда один сюда так тефтельки забрали ну и пойдемте а куда мы пойдем уже ночь мне вообще надо как-то мою мои разные вещи забирать от из подземельца из этого но блин как это сделать что мне может помочь кто б его знал так чё у тебя парень полезные в принципе штуки ну и ты тоже за мной летай уже рассудок восполнять и все в таком духе и стемнело там да там дальше 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 что я хотел чтоб я еще сам помнил что я хотел так это у нас фрост фрост армор наверное зимой будет неплохо вот что-то мне подсказывает а вот что мне брать блин туда я вот фиг бы знал где мои бутыли я хочу наверное бутыли с хилом позабрать сколько у нас там есть только если они еще есть правда я уже наотрез не помню что тут вообще есть чего нет а вот кремния нет кремния я видать не запасал по той простой причине что типа дофига не должно хватить но что-то с кремнем то и напряг основной пока что ладно ладно здесь у нас как бы провиан добывается все в этом плане хорошо сейчас пойдем кремния искать я потому что не могу просто так все это оставить так вот банка с водой не ну пускай она тогда валяется нафиг она мне нужна на самом то деле вещей конечно очень много в этом дополнение ну глобальной модификации и уже блин сложно во всем этом ориентироваться и разгребать это блин целое дело пойдемте кремень собирать ну вообще пробежимся можно конечно в пещеры гоблинов еще слазить ну так чисто там для разведки камни пособираем траву в принципе о жара отлично ну конечно нифига отличного но хотя бы понятно ну а ну вот так и все доспех в принципе решает проблему блин столько гнили и и что у нас электрик милк что из него сделать можно либо же просто скушать либо все таки из него что-то доготовится так так через 30 секунд у нас от кулдауниться наш спелл и можно будет им воспользоваться но пока что идем наверное в подземелье гоблинам как бы на поверхности достаточно скучно я хочу все таки наверное и подземелья гоблинов исследовать почему нет аааа тут ростки всего лишь вот с кремнем я думаю сейчас это и начнутся веселые проблемы как правило кремень то не так просто добыть а ну в подземелья я сейчас наверное не пойду по той простой причине что у меня с собой еды мало надо было хотя бы банку хангер этой взять да ну сейчас мы тогда просто кремень поищем что по идее не должно особого труда составлять но это скорее всего и будет какая-то такая вот проблемочка блин а где кремень весь ну ну в теории он где-то тут может валяться сам по себе ну это в теории конечно же на практике попробуй больше с ищи с вещей тут особенно блин когда он тебе нужен это особенно все усложняется тут за это в дело вступают законы подлости в общем то и все в таком духе да блин все и свинки копошатся камни конечно бы ломать там кремень бывает но ломать особо нечем потому что чтобы сделать кирку мне нужны ну мне нужно вернее кремень в общем то круг замкнулся ааа бифалки бифалки вы мне тоже кремень же не дадите правильно я думаю о вас куда нам вообще пойти вот тут кстати еще не все облазили как ни странно пойдемте туда да откроем карту зато может что по дороге и сыщем так жарище это все понятно кремень упорно не хочет идти к нам в руки пока что думаю рано или поздно наткнемся скорее всего поздно как правило бывает так блин всякий какашек зато полно блин что с этим поделать гуану просто навоз в общем на любой выбор для самого изысканного гурмана а почему я там не был вот это вопрос так ладно давайте запустим кулдаун чтоб она у нас восстанавливалась ну вот ягодки соберем чтоб если что было что покушать то может же и не быть кремень кремень пока упорно нас избегает почему-то по какой-то такой причине непонятный ага тут я жег лес по всей видимости ну или сюда молния ударила я нифига не жег так кремень отлично еще чутка ягод травишка ладно сойдет сойдет ну тут шахта я в нее сейчас не пойду само то собой да идите лесом у меня сейчас немножко другая цель я хочу просто открыть как можно большую площадь надо хотя бы факел сделать чтобы если что я мог его зажечь он просто как такой страховочный в общем агрегат а камушки можно и пособирать что-то я не посмотрел что у меня ко мне это тоже достаточно мало о замечательно как кремень кремень камешек просто фу хотя бы ягоды какой-никакой собираем так ладно давайте съедим тефтельку тефтельки у нас довольно скоро испортятся в конец поэтому надо что-то с этим делать ну а здесь мне кажется уже довольно скоро тупик просто в который мы скорее всего и воткнемся небольшой клок болотца тоже ничего особо страшного или там необычного надо единственное что сделать запасной факел если внезапно этот закончится чтоб мы могли воспользоваться и тем не менее у меня уже 10-11 кремня это уже что-то с этим уже как-то можно работать и что-то делать травы и веток еще нету по стаку вернее да но я уже почти всю карту открыл большому счету мне кажется здесь вот сейчас скорее всего это все закруглится вряд ли будет сильно карта тут расползаться в этом направлении ну по крайней мере было бы логично если она особо сильно здесь не распространялась в разные стороны уже как-то закруглялась мне кажется это бы было логично ну и вроде игра со мной согласна отчасти но нету тупичок а тут что тут тоже ничего такого и у нас уже рассвет практически на дворе и все таки круг замкнулся ну хорошо сойдет копье мне не нужно гном мне особо нужен ага так так ладно факел хоть уже почти сгоревший но он может пригодиться так тут у меня резлока активированная ага выпалз ты парень да так так что не сработал так так да он не особо-то и дамажным из могил повыкопались гады что-то прям плодится нежить ладно смотрим куда нас закинет эта червоточинка ага ага понятно ну как бы я бы не сказал что мне тут есть чем заняться ну давайте хотя бы немножко леса вырубим а то с дровами у меня не все супер их энное количество еще нужно поэтому добудем ну вот это полено так не понял юмора почему у меня два честера да эм так я один вижу двух честеров или это у всех два честера давайте я здесь поразворую немножко что ли воровать особо нечего стоп и оба за мной идут ага как так в чем в чем подвох два честера ну-ка прыгаем в червоточину и смотрим сколько у нас честеров останется неужто два нифига себе так у меня офигеть с ума сойти просто два честера жестко ладно давайте вот тут центр откроем победим два честера а кость одна интересно как так у нас вышло причем они еще по-разному двигаются один еще какой-то пошустрей второй явно какой-то медленный либо мне так кажется ну ладно тогда побежали куда мы побежали нам надо в сторону базы по большому счету и потом уже пещеры гоблинов оставим честеров на базе ну и вжика нашего всех на базу могилки раскапывать я не буду ну вот эти кости можно собрать я их скину из них делаются удобрения неплохие кстати вот это дерево тоже срубим ну ну два честера это конечно да это внезапно о топливом разжился еще и бревень собрал хорошо ладно топливо у нас аккурат будет костерок развести так эти кости тоже соберем да ладно пригодятся уж лишним это точно не будут так краска шахтерская стопроцентная что бы нет конечно возьмем кто у нас тут еще куча гуана орки местные ну этих гопников идем так как есть конечно тефтельку съедим ну тефтельки ну и в целом неплохо два честера два честера это да я блин до сих пор в шоке как так вышло о у меня травы переизбыток тут что-то куча выкопанной травы кто ее столько выкопал зачем давайте что добру пропадать соберем да посадим бутылка с водой ну вернее банка мне не особо нужна удобрения у меня теперь дофигища кстати соберем эти кости фиг с ними ну и все удобрения о удобрения сажутцы да вообще травы много саженцев вышло не так чтоб мало ладно погнали отсюда не забываем про ягоды само собой ягоды так или иначе мы задействуем в готовке у меня там вообще продукты быстрее портятся чем я их готовлю в любом случае ага вытучие мыши полезли это сигнал о том что скоро совсем стемнеет а до базы я к этому времени определенно не успею добраться ну да ладно 117 день на дворе это довольно много времени уже а так это саженец тоже сюда ну сейчас опять такое небольшое фермерство будет чуток попытаемся эти грядки как-то красиво по фальшуйски рассадить как у меня никогда не получалось о нежить ладно нафиг тебя нежить мы своим ходом как-то попробуем добежать а у меня каска есть файкл прогорит а каской просто воспользуюсь да и все можно на эту тему не беспокоиться так оп окей в каске даже как-то наверное и зачет не будет каска более удобный предмет светляков наверное надо ловить чтоб ее заряжать ну светляков поймать можно в любое время по большому счету ну как в любое время в любую ночь благо у нас лес под боком который за это ответственен поэтому я думаю проблем с этим не должно быть никаких абсолютно ага так сюда капец ты гнили так так лед сейчас растает потом давайте его в готовку пустим и пора бы что-то посадить так где моя каска о смотрите естественной подсветки хватает за глаза но тем не менее мы вот эти две лишних травинки вот сюда стопим а у меня же топлива есть и все все шикарно видно так надо придумать куда эти кости спихнуть а вот они все без проблем тефтелина ага еще две кости осталось у нас тут свинья сбичевалась а сбичевавшаяся свинья как правило представляет угрозу давайте убьем его ну как бы у нас выбор то не особо большой или мы его или он когда не нужно подпакостит нам достаточно так нормально а давай сюда да так берем удобрение и давайте посадим еще больше травы ну и садить мы по всей видимости будем в каком-то хаотичном порядке ну или даже беспорядке хаотичном конечно кто еще занимается посадкой летом мега нелогично ну как летом это скорее всего не лето а засуха глобальная ну и надо удобрить чтобы это конечно съесть надо вообще лучший выход так идите сюда давайте ваши все причиндалы скину пока что то вы только загораживайте мне обзор я в упор не вижу что же тут происходит все отлично а почти попал в последнюю все теперь точно все с посадочкой мы закончили ну и тогда думаю на этом давайте и закончим продолжим следующей серии о птичка улетела а на этом всем спасибо за просмотр не забываем подписываться на канал ставить лайки если вам понравилось и увидимся в следующих сериях всем всего хорошего пока пока